Глава Мещанского районного совета депутатов Александр Закускин решил показать свою власть, фактически напав на пожилую женщину, торговавшую у мечети. Это уже не первая такая история в биографии Закускина, но тут его подвела одна деталь. Женщина оказалась родом из Чечни. Сергей Савастьянов. Показательная история, в очередной раз показывающая отношение единороссов к простым жителям Москвы. Да и не простых единороссов, а аж главы совета депутатов одного из центральных районов столицы – Мещанского. Депутат с говорящей фамилией Закускин, по всей видимости, чувствуя свою полную безнаказанность, оскорбил и унизил торгующую у мечети пенсионерку, а напоследок распылил ей в глаза газовый баллончик. Все, как мы любим. Говорят о соблюдении законов, а сами вместо решения вопроса законным путем творят беспредел и беззаконие. Петр Толстой. Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом. Я обещаю. Мысли президента. По информации база, после звонка от Делимханова депутат единоросс Закускин стал через соцсети получать угрозы. Неизвестные пишут, что отрежут чиновнику голову. В итоге депутат решил переехать из своей квартиры. Ужас, что творится в Европе. Это Гончаров. Единственный способ добиться извинения от единоросса – звонок из Чечни. Андрей Пивоваров. Любитель угроз про отрубание голов единоросс Делимханов отругал своего сопартийца, который напал на Чеченку в Москве. Он назвал его выродком и добавил, что атаковать можно только террористов и экстремистов. Видимо, таковыми он считает семью Ингулбаевых. Сергей Колясников. Если подтвердится история, что депутат единоросс Александр Закускин напал на торговавшую у мечети 68-летнюю женщину из Чечни, раскидал ногами ее коробки, а ей в лицо распылил газовый баллон, то депутат Закускин должен не только с позором покинуть партию, но и получить уголовное дело. Судя по угрозам Закускина депортировать ее в Чечню, во-первых, мотив его поступка – межнациональная рознь. Во-вторых, Закускин – идиот, который не в курсе, что Чечня – это субъект Российской Федерации. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале, ставьте лайк и подписывайтесь.